В рамках встречи с руководителями учебных заведений Драгичнического района председатель Брестского областного комитета Константин Сумар рассказал об основных достижениях социально-экономического развития области, а также и о проблемах. В ходе собрания был сделан акцент на необходимость рационального финансирования системы образования района, что позволит более эффективно работать над профориентацией учащихся. А это сегодня является главной задачей, подчеркнул Константин Сумар. Мы заранее уже в школе, на этапе 7-го, 8-го, 9-го класса должны уже помочь ученику определиться, на что он способен, может ли он дальше учиться и зачем ему, если он может получить, например, в профтеховое училище какое-то, получить образование, получить среднее образование, специальность и потом идти работать, зарабатывать деньги. Вот здесь мы много не дорабатываем, в этом направлении тоже надо много вести работы. Вторым этапом рабочей боецки губернатора региона стал прием граждан по личным вопросам. Судя по многочисленным жалобам, основной проблемой жителей Дакичнического района стали подтопления, которые нанесли большой урон жилым помещениям. Константин Сумар подчеркивал необходимость решения этого вопроса не только словом, но и делом. Также в ходе беседы главой региона был рассмотрен спектр вопросов, касающихся благоустройства района. Я обратился к Константину Андреевичу с проблемой по дорогам. Особенно там еще вопросы по дому культуры у нас, но от жителей деревни Алексеевича, именно от стареньких людей, которые у нас участок дороги, там где-то 2 километра 400 метров от деревни Алексеевича до Суббот. В ходе традиционной рабочей поездки был решен обширный спектр проблем социальной сферы. Что касается системы образования, Константин Сумар выделил основные вопросы, которые требуют внимания со стороны работников учебных заведений. Их решение обеспечит более высокое качество преподавания, а значит повысит уровень образованности учащихся.